Доброе утро, друзья! В эфире Амурского областного телевидения программа «Наше утро». Заварите себе свежий чай или ароматный кофе, а мы, Алексей Римман и Екатерина Рожкова, составим вам компанию и поделимся интересной информацией. На этот раз она касается спорта. Итак, старт Всероссийской лыжни России в Преамурье в этом году пройдет в Ивановке. Ожидается, что соревнования соберут около 7 тысяч лыжников. Забег назначен на 13 февраля. Также участников и гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов «Полевая кухня» и ароматный горячий чай. Так что все, кто любит лыжи, запишите себе это мероприятие в ежедневник. Ну, а мы слишком сильно любим тепло, поэтому останемся с вами здесь в этой студии и расскажем, что ждет нас в сегодняшнем эфире. Сегодня покажем вам, как Амурчанка готовит мини-десерты, которые так полюбились жителям Белогорска. Узнаем у владельца службы доставки пиццы, какую пиццу предпочитают благовещенцы. Прислушаемся к советам нумерологов и, конечно же, астрологов. Поговорим с молодыми учеными о новых проектах. И сделаем обзор самых читаемых публикаций в Инстаграме. Ну, а теперь предлагаем ознакомиться с актуальными новостями к данной минуте. Встретимся в этой студии через 10 минут. Не переключайтесь. Встретимся в Инстаграме. Конечно, услышать от нумеролога какие-нибудь советы или рекомендации. Вот сейчас, кстати, послушаем и даже, возможно, что-нибудь возьмем на заметку. Друзья, рады приветствовать вас на календаре вторник, 9 февраля 2021 года. Цифра дня по нумерологии 16. Три дня, который вы можете смело добавить в свои аксессуары или в одежду. Если вы хотите укрепить любые встречи и отношения, которые сегодня будут у вас происходить, это все фиолетовые, сиреневые, лавандовые тона. Число удачи сегодня семерка. В основных плюсах этого дня я могу отметить интеллект, силу воли и характер. При этом надо сказать, что минусы дня связаны с перепадами настроения и иногда пустыми вспышками совершенно немотивированной обиды на ближних. Особенно это касается тем, кто находится в отношениях и любит друг друга. Мне очень хочется, чтобы все, кто сейчас в ссоре или в каких-то размолвках, может быть, недомолвках и недосказанности, сделали шаг навстречу друг другу и в этом помирились. В основе этого дня хорошо проводить промежуточные итоги и написать краткосрочные цели на ближайший месяц. Все, что касается здоровья, день достаточно травмоопасный, поэтому берегите себя от ушибов и травм головой. Завершая прогноз темы бизнеса и инвестиций, я бы хотела сказать, что рассмотрение серьезных вопросов судебных, тяжб-разбирательств, бракоразводных процессов, кредитов и займов сегодня все-таки лучше не решать, а перенести на другой, более благоприятный по вибрации день. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя, своих близких. Будьте здоровы и до завтра. Наш утро продолжается. 9 февраля уже сегодня на календаре. Давайте поговорим о праздниках и об интересных событиях. Сегодня в России отмечается День гражданской авиации. Именно 9 февраля в 1923 году у нас в стране появился воздушный флот, в чьей задачей входило перевозить пассажиры, важные грузы и доставлять почту. И первым маршрутом, по которому смогли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия Москва-Нижний Новгород протяженностью 420 км. Поэтому всех причастных мы, конечно же, поздравляем с профессиональным праздником. Ну а еще сегодня отмечается День стоматолога. Поэтому если вас сегодня ожидает прием у врача данной категории и квалификации, то обязательно его поздравьте. И он станет еще добрее. В общем, всех стоматологов мы поздравляем с праздником. Международный День безопасного интернета также отмечается сегодня. Его учредили в 2004 году. Активисты и организаторы обращают внимание на то, что интернетом нужно пользоваться осознанно и уметь отфильтровывать информацию ненужную. И также ограждать от нее своих близких и друзей. А еще сегодня отмечается очень вкусный праздник. Катюша, тебе знакомы такие слова, как маргарита, пепперони и даже гавайская? Я думаю, не только мне эти слова знакомы. Сегодня Международный День пиццы отмечается. Поэтому мы тут посовещались и решили, что немножко себе позволить, как многие говорят, не очень полезной еды можно. Поэтому, Екатерина, я приглашаю вас после съемки нашего утра на несколько кусочков пиццы. Вот так вот, друзья. Вы тоже можете себе это позволить, потому что пицца, по-моему, это самая подходящая еда для просмотров фильмов или нашей рубрики День в истории, которая продолжит эфир нашего утра. В 2011-м впервые огласили идею о создании памятника Зинаиде Синицыной, благовещенской продавщице мороженого. Для многих горожан Снегурочка стала символом детства. Она продавала лакомства в 60-е и 80-е годы рядом с парком, в любую погоду и время года, всегда на одном и том же месте. Сегодня бронзовый памятник уже установлен. Его смогли создать благодаря пожертвованиям благовещенцев. Местные депутаты в Серышево решили вынести на голосование вопрос об изменении статуса населенного пункта. После 90-х численность населения поселка уменьшилась. Чиновники надеялись привлечь таким способом молодых специалистов. Приезжающие в сельскую местность могли бы получить подъемные 1 миллион рублей. В настоящее время Серышево – поселок городского типа. В 2015-м в Благовещенске стартовало первое мероприятие к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Победный троллейбус возил ветеранов и тружеников тыла по городу. Пассажирам читали стихи и прозу о войне. Показывали фильм местных кинолюбителей. Коллектив «Казачья песня» исполнил вокальные композиции. В завершении поездки вручили памятные книги. В столице Преамурья провели бесплатные экскурсии для школьников. Ребятам рассказывали об уникально крепких костях амурских динозавров, сохранившимся скелетом около 65 миллионов лет. Рассказывали и показывали на примерах экспонатов из крупнейшей в России коллекции. Останки древних животных предоставил Палеонтологический музей. В 2017-м весна пришла рано. Из-за потепления снежный городок на площади имени Ленина в Благовещенске начали сносить. Большинство фигур оставили нетронутыми. Горки и часть скульптур ликвидировали для безопасности жителей. Катя, ты себе можешь представить торт на ладошке? Честно говоря, мне это представляется с трудом, и я сама бы вряд ли такой смогла приготовить. А вот жительница Белогорска Таисия Роднова занимается выпечкой кондитерских изделий небольших размеров. Такой вот маленький тортик на ладошке весит всего лишь 300 граммов. Именно такие мини-лакомства пользуются популярностью у жителей Белогорска. На производстве побывала и с кулинарным познакомилась наша съемочная группа. Вот такие маленькие тортики мы делаем. Буквально от 300 грамм. Еще несколько лет назад Таисия Роднова работала провизором в аптеке. Сегодня кондитер со своим собственным цехом и двумя сотрудниками в подчинении. Сначала пекла торты дома, потом решила расширяться и начала искать помещение для аренды. Специалист по производству сладостей призналась – делать маленькие торты невыгодно, а спрос на них есть. Все кондитеры делают от двух килограмм торты. Так как теперь у меня есть помещение, есть цех, то мы решили в проекте «Бизнес-ракета» запустить производство маленьких тортов. Тех тортов, которые клиент может заказать буквально за несколько часов до своего мероприятия. В этом цеху пекут торты весом от 300 граммов. Отличаются предприятие и оперативностью выполнения заказов. Кондитеры при необходимости могут приготовить лакомство за три часа до мероприятия. В обычные дни местная кулинария производит до пяти тортов в день. В планах у белогорского шеф-повара увеличить объем производства. С этим, призналась Таисия, ей уже помогает проект. Хороший кондитер не значит хороший предприниматель. И поэтому мне пришлось учиться быть предпринимателем. И «Бизнес-ракета» очень хорошо в этом мне, конечно, помогает. Они предоставили мне консультацию бухгалтера. Они помогают мне делать сайт, настраивать рекламу. Помогают созданием логотипа и фирменного стиля. Вот это то, что у меня не было до этого. Пользуются популярностью у местных жителей и торты «Четвертинки». Это хлебобулочные изделия, состоящие из четырех разных вкусов и отличные друг от друга начинки. Знаете, мне кажется, даже самый настоящий межзляка так или иначе почувствовал, что наконец-то на улице немножечко потеплело. Это невозможно не заметить, тем более синоптики обещают дневные температуры на этой неделе всего до минус 8 градусов. Но я слышал, что в какие-то дни нас ожидают снега. Давай проверим это в прогнозе погоды. Быть может, снег нас ожидает сегодня. 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Кстати, между прочим, вчера мы в нашей студии отмечали День российской науки. Поэтому сегодня в гостях нашей студии председатель Совета молодых ученых города Благовещенска Елена Щипцова и специалист отдела по делам молодежи города Благовещенска Александра Порунова. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушки, доброе утро еще раз. Ну, давайте начнем, наверное, с итогов прошлого года. Как вообще у нас наука дела? Все хорошо. Наука развивается, и это очень радует. В прошлом году было реализовано два крупных проекта. Это проектная школа молодых ученых и конкурс научных работ среди молодежи города Благовещенска Амур Интеллект. Мы выявили большой круг ребят, которые интересуются наукой, занимаются ей и очень довольны результатами. Вот о проектной школе подробнее хотелось бы поговорить, что она собой представляет и какие ребята там обучаются. Проектную школу проходит отбор, потому что, естественно, здесь с эпид-обстановкой мы были вынуждены делать отбор. Были отобраны, по-моему, 20 человек, которые смогли пройти обучение по проектной деятельности, написанию проектов, вообще узнать, где их можно реализовать и так далее. Также мы рассказываем ребятам, как можно правильно выступать, как нужно это делать, какие презентации нужно показывать комиссии и так далее. То есть большой спектр в этом году мы планируем расширять данную школу по направлениям и также по наполнению. Так, а я вот, например, могу пойти или какой возраст учащихся в вашей школе? Молодежь. Ну, я молодежь. С 14 до 35 лет мы ждем вас, конечно. То есть даже если человек не занимался до этого никогда научной деятельностью, а тут, допустим, решил защитить какой-то проект, он тоже может взявиться в школу. Да, конечно. Ну, а для тех, кому там 25, 30, 35, обязательно наличие высшего образования, например, или может быть образование в сфере науки какой-нибудь? Если вы хотите заниматься наукой, мне кажется, вообще никаких преград не должно быть. То есть вам пришла идея, да, вы успешно защитили проект какой-то свой и поступили в школу, правильно? Ну, эта школа, она же проводится раз в год, то есть там не обязательно поступать, тогда нужно прийти, главное, с горящими глазами, с желанием работать и, в принципе, все в ваших руках. Как я помню, из разговора у нас в этом году только планируется набор. Нет, смотрите, получается, эта школа, она точечная, она проводится там в два-три дня, раз в год. Вот она в этом году будет проводиться уже третий год. А когда? Это осенью, октябрь-ноябрь. Мы более подробно потом выкладываем информацию в своих соцсетях, можно ознакомиться. То есть сейчас люди готовятся просто, да? К тому, что будет. Если говорить о проектах уже в этом году, что намечено, что интересного будет в научной деятельности? Ну, на самом деле, очень большое количество новых проектов молодежных мы запланировали, и один из таких проектов, который мы уже сегодня реализуем, это научный подкаст. Я думаю, Елена может подробно о нем рассказать. Да, вот мне интересно, потому что я сам занимаюсь подкастами, но не научными, но в то же время хотелось бы узнать, что это за формат, какой хронометраж и о чем там будут рассказывать. Ну, мы видим наш подкаст как мини-интервью, небольшой разговор с ведущим о какой-либо научной теме. Приглашается молодой ученый, который интересуется, например, экологией, медициной, и им задаются вопросы, например, правильно ли утилизировать маски, как их утилизировать, да? То, что сейчас актуально, как нужно обращаться с мусором, какая экология, что экологично, что не экологично. И ученый высказывает не только свое мнение, хотя это тоже очень важно, потому что оно сформировалось у него не один год, но и говорит с научной точки зрения, с фактами, цифрами, и дает такую почву для размышления тем, кто его будет слушать. А вот чтобы это было не скучно, это что нужно сделать? Вы как-то предусмотрели? Ну, мы надеемся, да, что наши спикеры будут не скучными. Ты говоришь, что наука – это сухие цифры, данные, а вот чтобы слушатель заинтересовался. Поэтому мы вводим новые форматы, то есть подкаст, он сегодня такой молодежный, классный, и мы решили, что наука – это тоже не скучно, это тоже интересно. И у нас направление научпоп, то есть научно-популярное, то есть любой человек, послушав нас или там, посмотрев этот подкаст, может, ну, как бы понять вообще, о чем говорят, и заинтересоваться. Глободневные, да, вопросы рассматриваются? Да, конечно. Да, более повседневные вещи обсуждаются. Еще вот, кстати, как нам девушки сказали за эфиром, хронометраж-то совсем небольшой, там 10, буквально там 12 минут, то есть это, там, хронометраж трех-четырех песен, мне кажется, добирается в нашем городе от одного места до другого, это идеальное время для того, чтобы послушать действительно полезную и ценную информацию. Это не часовая лекция, да, которую мы привыкли слышать в аудитории, где монотонным голосом кто-то рассказывает о том, что это научно. Нет, конечно, мы меняем формат для того, чтобы он был интересен слушателям. И еще один вопрос, где найти подкасты? Смотрите, у нас основная часть подкастов и вообще, в принципе, информация выкладывается в сети Инстаграм. Это молотблак28, страничка нашего отдела по делам молодежи. Также в рамках культурного города летом мы будем транслировать аудио-подкасты, те, которые сейчас мы уже записываем, на набережной в рамках каких-то мероприятий до или после, то есть, в принципе, это можно и там будет тоже услышать. Еще один проект, да, как мы уже успели говорить, это туристические маршруты. Что он собой представляет? Тоже направление довольно популярное, туризм, да, сейчас вот вы внимание ему уделили тоже. Это новое направление. Мы хотим попробовать себя в нем, эти туристские маршруты. Мы хотим пригласить молодежь, хотим пригласить интересующихся не просто на какие-то, ну, такие объекты, которые уже популярны, которые уже известны. Мы хотим пригласить их на производство, хотим пригласить их, допременно, очень бы хотелось на метеостанцию, показать, как работает, как, что такое, там расскажут о погоде, что такое климат, как снимаются эти показатели, почему ваш домашний градусник, ртутный, который установлен на улице, немножечко врет и показывает неточную информацию. Мы хотим какие-либо производства показать, когда те, кто, конечно, пустят к себе, для того, чтобы посмотреть, как производится там молоко, как производится кирпич, ну и так далее. То есть, это туризм по предприятиям, да? По предприятиям, которые, надеюсь, нас примут и будет интересно их посмотреть. Я думаю, что желающих много будет. А есть уже какой-нибудь список прям тех, кому вы готовы отправиться и кого вы начнете уже обзванивать, начиная с весны? Топ-мест. Ну, мы уже начали работу в этом направлении. Пока не буду ничего говорить, это станет секретом, потому что мы планируем запустить данные маршруты 2 июля на день города. Как вы все знаете, у нас 160 датчиков. 5 лет городу Благовещенскому. Слушайте, я бы хотел посмотреть экскурсию по администрации, потому что она у нас такая красивая, стоит прям в самом центре города. А что там внутри в этом большом здании, неизвестно. Мы будем иметь в виду. Да, вот если что, вам такое предложение. Вообще, на самом деле, наука – это действительно здорово. И очень даже приятно, что такие молодые красивые девушки занимаются продвижением всех этих научных дел в массы. Это круто. Говорят, что еще премии будут какие-то научные, я слышала в этом году. Да, в этом году, так как год науки и технологий, мы решили часть премий, которые у нас идут ежегодно от отдела по делам молодежи, от управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. Мы решили посвятить и направить их на развитие науки, на популяризацию данной деятельности, на привлечение молодых людей в эту деятельность, потому что это не скучно и интересно. И у нас будет запланировано 4 премии, о них мы чуть позже всех расскажем обязательно. Также можно за информацией следить в Инстаграм. Все мы актуально выкладываем. В общем, наука – это здорово. Одним словом, девчонки, большое вам спасибо, что пришли к нам в студию, рассказали о планах. Будем надеяться, что все получится. Мы желаем вам удачи. И вам спасибо. Спасибо. Эфира Мурского областного продолжит выпуск новостей. Корреспонденты информационной службы уже подготовили актуальную информацию. Встретимся в этой студии через 10 минут. Не переключайтесь. Астрологи говорят, что сегодняшний день нужно использовать для решения важных вопросов, а также избегать открытых конфликтов и недопониманий с окружающими. Как продуктивно провести вторник каждому знаку зодиака, расскажем в рубрике «Гороскоп». Овны. Сегодня вас могут поздравить с окончанием какого-то крупного проекта. Фраза «не стоит благодарности» неуместна. Придется раскладываться по полной программе, чтобы не остаться бестактным. Не исключена приличная прибыль. Тельцы. Вы будете похожи на шумную и быструю машину, которая четко выполняет любые задания. Главное, не забывайте делать перерыв и расслабляться. Нелегко сложится разговор с кем-то из членов семьи. Претензии в ваш адрес не обоснованы. Близнецы. У вас будет масса поводов, чтобы отказаться от выгодных предложений. Вы уже нашли нишу, где комфортно и удобно работать. Ну а о будущем подумать нужно. Есть яркие перспективы на карьерный рост. Раки. Сегодня вы четко осознаете, насколько нужны в коллективе. Без вашего участия и инициативы многие проекты не сдвинутся с места. Ожидаются полезные знакомства, поэтому будьте максимально учтивым и внимательным. Львы. Личные дела заполнят весь день, хотя иного пути развития событий вы и не предвидели. Разбор полетов ожидается в семье, но ситуацию помогут уладить родственники. Девы. Звезды обещают львиные задания, поэтому выполнить их моментально не получится. Главное, не спешите и не поддавайтесь панике. Если дело пахнет премией и повышением, то работайте усерднее. Весы. Сегодня нужно быть точным и ответственным даже в мелкой работе. Хорошо провести ревизию в документах, от которых зависит финансовое положение. Занимайтесь делами с удовольствием, без напряжения. Скорпион. Вы излишне категоричны в работе и в отношениях с коллегами. Как результат конфликта и даже разоблачения. Вы и сами не идеальны, поэтому ограничьтесь комментариями в адрес других людей. Стрельцы. Если планировали перемены, то они придут, но позже поймете, что некоторые из них вам абсолютно не нужны. Рутина в отношениях с избранником. Возьмите инициативу в свои руки. Козероги. Финансовыми проблемами обрастете, а их решение где-то задержалось. Учтите, если будете рассчитывать на помощь извне, то ее не дождетесь. За что-то новое браться не следует. Возможно, серьезные ошибки. Водолеи. Уровень занятости будет высокий, но вы давно мечтали о такой загруженности. Можно рассчитывать на высокий результат, профессионализм и повышение оклада. Рыбы. Настоящая текучка. Вам сложно скоординировать свои действия и удержаться на плаву. Не полагайтесь на авось, все может резко измениться. Ситуация с деньгами намного лучше, чем месяц назад, но крупные покупки отмените. Сегодня отмечается Международный день пиццы. Популярное и вкусное итальянское блюдо. Сегодня любят миллионы людей во всем мире. О секретах идеальной пиццы поговорим с Андреем Августовым, руководителем компании по доставке еды. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, ну прям когда я слышу слово пицца, у меня начинается обильное слюньотделение. А вообще вот вы сами-то любите пиццу? Да, конечно. Я думаю, по мне видно, что люблю. Нет, любите, но в меру. Я бы так сказал. Какая, на ваш взгляд, самая вкусная? Ну, скажем так, предпочтение меняется из раз в раз, но последнее мне нравятся четыре сыра. А в чем вот, по вашему мнению, как еще и руководителя, заведение, где все это дело производится, секрет идеальной пиццы? Ну, я думаю, во-первых, это душа. И готовить с позиции любви, тогда будет все идеально. Как много пицц в день готовят в вашем заведении, интересно? Максимальная, да? В среднем, я думаю, где-то сто. В среднем сто в день. Ну, на выходные. Бывает и больше, да? Ну, я говорю в среднем. Ну, конечно, выходные больше, выходные чуть меньше. В среднем сто это будет. А кто придумывает новый, то есть есть классические, да, варианты, там, маргарита, там, пепперони и так далее и тому подобное, но есть же и какие-то уникальные вкусы. Вот кто тот самый маэстро, который все это дело придумывает? Ну, у нас это центральный офис, в Уфе у нас находится, там есть, скажем так, назовем это служба разработки, да, они все это придумывают и передают нам рецепт. Там же тестируется, да, это все, потом производство. Там же и у нас же все это, да, прорабатывается и потом запускается. А во сколько времени нужно пиццмейкеру, да, чтобы максимально быстро собрать одну пиццу? Ну, минуты две по стандарту. То есть за две минуты всего собирается? Да, пицца две минуты и где-то минуты две-три запечь. И потом все время доставка получается. Слушайте, а вот что касается каких-то популярных пицц, вот, города Благовещенска, по ингредиентам, люди, люди, начинаю заговариваться, потому что пиццу хочу, люди больше любят мясные или сырные, или может быть вегетарианские, или может быть с анасами. Ну, у нас это мясные пиццы, если взять, там, допустим, топ-3, это будут пепперони, мясная и домашняя пицца. Там здесь, там, либо колбаса, либо мясо, да, это более мясные блюда, нежели вегетарианские. То есть топ-3 вида, которые постоянно заказывают амурчанин? Да. Да? А на вегетарианскую есть спрос? Есть, но не такой большой. Скажем, она в топ-снизу 3, наверное, будет. Нет, ну, всем нужно угодить, для каждого клиента должен быть большой выбор, среди чего можно что-нибудь взять себе. А вот зарплата пиццемейкера зависит от количества приготовленной пиццы? Да, есть, допустим, какая-то, да, ставка определенная, а сверху уже, чем больше он дает, тем больше, да, зарплата у него будет. А дома вы готовите пиццу или заказываете у себя? Да, бывает, с ребенком особенно бывает, да, делаем мастер-класс, скажем так, ему нравится, мне тоже. Любите экспериментировать? Да, да. Вот что самое необычное вам приходилось добавлять в пиццу, может быть, морепродукты? Нет, ну, возможно, это горошек и кукуруза, ну, такое вот пробовали. Это, мне кажется, что-то такое новогодний формат, горол, кукуруза. Оливье, пицца оливье. Пицца оливье, почему бы нет, мне кажется, очень хорошо зайдет русским потребителям. Почему вот в домашних условиях не всегда получается приготовить такую пиццу, как в заведении? То есть это дело только в оборудовании или, может быть, еще в чем-то? Ну, я думаю, в оборудовании, да, там температура запекания разная, дома и на, скажем, профессиональной кухне. Ну, плюс есть какие-то секреты приготовления теста непосредственно. Ну, конечно, да, рецепт разный. Ну, даже если взять однакий рецепт, если будет разное оборудование, в обычной бытовой, скажем, печке это тяжело исполнить. Вот я, кстати, как раз-таки хотел спросить, как сделать тонкое тесто, чтобы оно не ломалось, чтобы оно не было сырым, чтобы оно было вкусным и достаточно упругим? Ну, это нужно у нас, у нас тесто более толстое, но вообще есть определенный рецепт и, как бы, здесь нет сложности. Здесь уже дело вкуса. То есть это не секрет, что все можно найти в интернете? Ну, да, конечно, без проблем. Я просто пытался, у меня не получилось. Ну, не так раскатывал, не сильно хотелось, наверное. Не те ингредиенты добавлял. А еще у меня такой вопрос, почему пиццу кладут, сыр кладут на пиццу снизу, а сверху кладут ингредиенты? Просто я вот сколько помню в детстве, когда мы готовили пиццу, сначала ингредиенты, а сверху, чтобы все это было запечено, так же нельзя сказать? Чтобы это все запеклось, и была сырная корочка. Запеклось, да, сверху пицца, прям таким как сыром, прям как одеялом. А потом я где-то посмотрел какие-то мастер-классы, как готовят за рубежом и в известных компаниях России. И там сначала кладут сыр, а потом уже кладут сыр. Ну, я думаю, здесь говорится, да, про какие-то стандарты. И внешний вид пиццы, допустим, намного будет красивее, если начинка будет сверху над сыром. Потому что если все это сыром мы заложим, то, естественно, будет не тот вид. Как бы вкус тот же, да, получается, но внешний вид другой. Нет, логично. Если клиенту, например, пицца не понравилась, ее заново переделывают? Ну, если это какие-то адекватные замечания, если действительно мы в чем-то ошиблись, ну да, конечно. Если, допустим, это дело вкуса, ну, здесь мы не можем поменять. А еще сегодня международный день пиццы. Ваших сотрудников ждет какие-нибудь поощрения? Не знаю, бесплатная пицца, домой после работы? Или там... Раньше уйти с работы? Да, может быть, какие-то еще другие приятные подарки? Ну, я думаю, таких бонусов нет, но, возможно, может быть, будет больше заказов. То есть, с точки зрения зарплаты ребята смогут больше заработать. Я думаю, что мы нашим телезрителям тоже сегодня пожелаем не отказывать себе в таком удовольствии под названием пицца. Все-таки праздник сегодня, а по праздникам немножко можно. Андрей, хотели бы вы побывать в Италии? Или, может быть, уже бывали? Видели, как готовят профессионалы, да? Да, в Италии, конечно же, хотелось бы побывать. Был в Испании, пробовал пиццу там. Наша, если честно, пицца больше понравилась, но в Италии, да, конечно. Рады начальники, скажем, пиццы, это здорово посмотреть. Ну, в таком случае желаем вам, как только откроется граница, обязательно посетить Италию, подсмотреть, забрать все самое лучшее от мастеров, которые работают там, привезти сюда и продолжать радовать благовещенцев вкусной пиццей. Мы вас еще раз поздравляем с праздником. Большое спасибо, что пришли к нам в студию на эфир. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. Длинные очереди на заправках и нехватка бензина. Тигр возле населенного пункта и сильные морозы – вот что обсуждали о мурчане в социальных сетях. Публикаций в Инстаграме было много, их изучила Мария Красивова, поэтому рубрика «Область в сети» продолжит эфир нашего утра. Вы смотрите еженедельный амурский инстаграм-обзор. На вас смотрит Мария Красивова. Здравствуйте. В ближайшие пять минут полистаем амурские паблики, которые отныне должны быть чисты от нецензурной брани. Тем не менее, без нее не обошлось, ведь самая острая тема минувшей недели – бензин. Где взять, когда будет и почему так дорого? Ответы на эти вопросы люди искали в Инстаграме и, конечно, делились кадрами бесконечных очередей за топливом, тем самым еще более подогревая ажиотаж. Напомним, из-за ремонтных работ на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе на дальневосточных заправках пропал 92-й и 95-й бензин. Конечно, Инстаграм-пользователи оставили сотни гневных комментариев на эту тему, но еще и помогали друг другу, сообщая, где в данный момент времени очереди поменьше и горючее есть. Конечно, обсуждали амурчане и ужасный холод, на котором заживо замерзают животные. Сначала в сети появилось видео из Якутии, где на Медне было минус 58. Какой ужас! Сердце сжимается, всех бы взять и отогреть, писали Инстаграм-пользователи, когда видели эти кадры. Позже появились и фото обледеневшего фазана из Амурской области. В Воскресеновском заказнике на прошлой неделе стабильно держалось минус 50. Покормите птиц, пишут пользователи, им надо помочь пережить зиму. В такую холодищу в Амурской области с еврейской автономией пришел тигр. На камеру мобильного телефона его сняли люди, проезжающие мимо. Село Успеновка, тигр. Стрисогли. Хороший олег. Залег и лежит тоже. Чего он, интересно, ждет? Специалисты говорят, что следят за тигром и опасности для людей он пока не представляет. Еще они надеются, что самец встретится с амурской тигрицей Еленой. Между тем, пользователи разделились на два лагеря. Одни просят увезти хищника куда подальше, потому что боятся его. Другие призывают сделать все, чтобы животное люди не обидели. Ну а самая популярная публикация в инстаграме нашего телеканала – это грустная история со счастливым концом. И она про кота поменьше. Его в мешке выбросили в окрестностях Благовещенска. Животное нашла семья, которая приехала погулять за город. Когда мешок открыли, кот пулей залез на высокое дерево. Чтобы снять его оттуда, пришлось попотеть. А вот кот чуть не замерз насмерть. Таня, ты в год кого? А, ну все понятно. К счастью, спустя три часа уже грелся в квартире. Благодаря инстаграму нашлась и хозяйка животного. Как выяснилось, кота на улицу выкинула не она. Сейчас он в полном порядке. Молодцы, спасли животинку, пишут в комментариях растроганные пользователи. Бурю гневных комментариев вызвали публикации о том, что некий дядя Саша пристает к детям в Благовещенске. В сети есть видео, на котором школьница разговаривает с водителем авто, а потом убегает от него. Позже она рассказала, что мужчина представился дядей Сашей, предложил конфету и поехать обниматься. Девочка убежала в школу и рассказала все учителю. Ее родители обратились в полицию. Позже выяснилась информация, что предполагаемый мужчина задержан, что это таксист, приехавший за другим ребенком. Именно его испугалась девочка. Инстаграм-пользователи ситуацию домысливают, правоохранители разбираются. Кстати, в это же время дядю Сашу с конфетами искали в Хабаровске и тоже задержали. И, наконец, видео позитивное. Такое на минувшей неделе тоже было и касается оно фитнеса. Так внимание пользователей привлек эмоциональный тренер по акваэробике из Белогорска. Посмотрите, как работает девушка. Говорят, может и прикрикнуть, если кто-то будет лениться. Зато занятия проходят в тонусе и желающих на них прийти немало. Еще амурчане восхитились, как проходят соревнования по джампингу. Видео оттуда вызвало настоящий восторг. Соревнования по джампингу в Амурской области прошли впервые. На них собрались 15 команд из Зеи, Белогорска, Ивановка и Благовещенска. Они могут вырабатывать электричество, пока тратят калории, пишут восторженные пользователи. А вот герой следующего видео о калориях не заботится. И это счастливый кот, который распробовал мороженое. На этом все. Долгие проводы и лишние слезы. Пока! Итак, Кать, давай еще раз подведем итоги прошедшего часа. Значит, о праздниках побеседовали, с гостями поболтали. Пиццу решили заказать. Пиццу решили заказать. И вам посоветовали это сделать, друзья. И вам посоветовали. А еще и гороскоп рассказали. В общем, сделали все, что необходимо. Да, день был продуктивным. Надеюсь, что ваше утро началось с хорошего настроения. В студии для вас работал Алексей Римман и Екатерина Рожкова. До новых встреч и отличного дня. Счастливо! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok